здравствуйте дорогие товарищи благодарю вас за все за все за то что пишите комментарии за то что ставите лайки за то что материально иногда поддержите канал это тоже очень приятно напоминаю существование плейлистов там очень много всякого разного надеюсь что кому-то интересного ну если не интересного то смотрите новые тогда выпуски этого невероятного блога или как-то еще называется в общем чем мы тут занимаемся обсуждаем музыку разнообразную да и путешествуем во времени я погружаюсь в прошлое школьные годы чудесные своим советские и как советский школьник нормальные конечно свое время я безумно торчал вот на этом альбоме это наверное я учился уже в десятом классе то есть я был вполне взрослый все понимающий все знающий человек ну согласитесь десятиклассник это парень который абсолютно во всем разбирается в музыке особенно так что вот эта музыка моего десятого класса 1975 год саботаж black sabbath очень хороший альбом я его недавно переслушал он у меня давно стоит я black sabbath вообще люблю оригинальный состав и вот эти несколько пластинок у меня стоят уже много много лет почему это переиздание которое куплено тоже много много лет назад судя по цене девятьсот девяносто рублей если я уже не понял когда его покупал это дорого было но лет десять наверно назад не боюсь соврать так так все так все так меняется не знаю все так меняется одна страна другая страна одна цена другая цена в общем ну тем не менее вот переиздание уже уже старенькая так вот уже понятно что сейчас уже такие пластинки не продаются уже другие переиздания продаются но это не важно но пластинка очень хорошая действительно достаточно сильно отличается от всех предыдущих пяти альбомов до пяти по моему если я не ошибаюсь да как-то невероятной тяжестью невероятной тяжестью и в то же время уходом чуть ли не в то что называется прогрессив рок такие тут конечно на ворот и особенно в двух песнях это супер дзар и the read да правильно read так произносится наверно потом проверю я с этим словом никогда не сталкивался просто потому что это повестка в суд насколько я понимаю и мне еще эти повестки не приходили хотя в судах я был в качестве свидетеля несколько раз но неважно в общем эти две песни они какие-то конечно такое впечатление произвели на советского школьника лёшу рыбина невероятная какие мощные артисты где до этого я слушал уже все конечно же параноид там и первый альбом все это было но тут такое просто какой-то просто эммерсон лайк ант палмер только без эммерсона и без лейка но и без палмера но вот такая сложная музыка хор здесь настоящий супер дзар хор записал на тони айоми у себя дома на мелатроне я не знаю дома не дома вряд ли у него дома был мелатрон ну в какой-то может быть и был собственно почему бы нет почему бы нет записал на мелатроне а потом в студии решил пригласить настоящий хор и пришел настоящий камерный хор камерный не помню не помню камерного или не камерные но там человек 50 было наверно это не камерные все таки хор нет не камерный конечно какой хотят кто их разберет там англичан этих вот и конечно все были ошеломлены особенно лозборн который как и положено настоящему музыканту нотной грамоты не знал и партитуру написать естественно не мог но как-то с хором справились хор на слух все это дело перенял и спел в супер дзаре у меня впечатление эта песня производит колоссальная особенно на подростков но сейчас то уже на меня вряд ли она и такое впечатление произведет да и не произвела я переслушал нормально все хорошо ну да да и поют все хорошо а вот это самый the read там только на придумано там четыре части по моему разных чем начинается с адского адского тяжелого рока да а потом уже уходит куда-то в одну часть в другую в третью и в конце уже озборн поет что-то совсем другое не то с чего начал по музыке я имею ввиду но настроение артистов было не очень хорошим потому что озборна и уорда едва не уволили вообще из группы black sabbath собственно тони айоми чуть не уволил их будучи лидером уже полноправным коллектива за плохое поведение злоупотребляли жидкими и сыпучими веществами двое этих артистов и до злоупотреблялись до того что находиться на грани увольнения интересно как 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 бы звучал black sabbath если бы их выгнали выгнал айоми хотя ничего удивительного потому что мы после по массе следующих альбомов слышим как бы это выглядело ничего себе выглядело и записывались артисты пластинка продавались назывались они black sabbath хотя слушать их я не могу честно говоря вот когда оригинальный состав приказал долго жить дальше уже пошла совсем другая музыка и мне она настолько неинтересно настолько она мне кажется какой-то такой как у всех иногда хуже иногда лучше но неинтересный напрочь просто исчез дух black sabbath ушел растворился как и не было просто то есть только оригинальный состав можно можно назвать black sabbath на самом деле даже с группой genesis такого не произошло несмотря на там уход петра и габриэла да потом нас осталось только трое и все все равно осталось и genesis все равно это был genesis все равно это была музыка практически та же что раньше только лучше всего расширения инструментария информации которую музыканты поглощали все это время а с black sabbath обратная история совершенно ну да бог с ним в общем дело было нехорошо в смысле шло нехорошо потому что настроение было ужасно и все были измотаны бесконечными гастролями теряли сознание на сцене и и и и все и уже ничего не хотелось да еще и менеджер их обманывал как они выяснили недоплачиваем то есть не платил им практически денег вообще когда им что-то было нужно они просто ему звонили горели нам нужны деньги он им выписывал чек и все а сколько не зарабатывали на самом деле никто из них не знал а менеджер михан по моему по моему миханова фамилия а менеджер уже там на частных самолетах летал уже занимался торговлей недвижимостью уже у него несколько компаний было он же купил нем с компанию которая принадлежит принадлежала битлз раньше и выпускал там что-то свое в общем уже жил на широкую ногу совсем был нормальный такой миллионер а музыканты просто были музыканты ну надо купить машину ну купил машину все а денег как бы не с неизвестно сколько менеджера они уволили он конечно подал в суд отсюда название песни дэвид вот это финальное без конца им приходили повестки в суд прямо в студию приносили на концерте даже в сборну вручили повестку в общем они судились с этим менеджером настроение было ужасное все было тяжело и а йоми решил выпустить настоящий тяжелый рок-альбом в отличие от предыдущего саббат блази саббат который он не считал рок-альбомом да он и не похож на рок-альбом он такой экспериментально какой-то артроковый практически где-то в каком-то смысле а здесь уже а йоми сказал что нет надо уже дать мы же кто мы black sabbath или что или какие-то там вот эти группы с которые там рядом записывались записывалась с ними во время работы над предыдущим альбом ну и получилось то что надо холланды sky первая песня ставшая классической просто и и уже играют другие группы с большим успехом какой заруба нечеловеческая просто настоящий тяжелый рок для школьника самое вот лучше не придумаешь для десятиклассника советского все переворачивала и уроки забывались совсем 10 классе на уроке математики я вообще не ходил ну просто не ходил я слушал black sabbath home in the sky было очень здорово don't start to late вторая пьеса акустическая на самом деле все знают да что это было задумано как вступление к симптом of the universe но сыграли не в то время нажали на кнопку на пульте звукорежиссер да и отмаркировали ее как отдельную пьесу ну так на альбом она и вошла но по сути она является вступлением к симптомов the universe какой какой просто медленно-медленно-быстро средне темповые вещи которые из из этих трех частей состоит сначала тяжелая страшная обваливающаяся на тебя а потом вдруг неожиданно переходящие в акустический какой-то на двух аккордах интересный номер одна и та же песня казалось бы состоится из двух совершенно разных но дело в том что когда записывали симптомов the universe песню записали а потом просто стали продолжать джимовать в студии этот джем записан был да потом то не айоми на него наложил им понравилось послушали слушать у хорошо сыграли нормально сыграно да и айоми наложил потом акустическую гитару туда еще свеженькую хорошую и получилось такое продолжение симптомов the universe та же самая история с грандиозным полотном мегаломания которая на советских школьников советских школьников эта штука раздавила просто просто раздавила мегаломания она тоже посвящена в какой-то степени отношением с менеджером с этой бухгалтерии с этим шоу-бизнесом грандиозным и она там та же самая история тоже идет вот эта тяжелая монументальная пьеса такая на вынос что называется уже блэксабыд превзошли сами себя по тяжести звука по громкости тяжелее мощнее чем там master of reality все это это все в прошлом осталось здесь так такой металл такой даже не металла гранит какой-то музыка из гранита высечена не отлита из металла а в конце тоже джем тоже песню записали и начали продал про и продолжали играть играли 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 и получилось получилось еще часть песни которую потом аккуратненько приклеили аккуратненько подредактировали и вышла такая вышел какой-то арт-рок я извиняюсь за выражение но очень здорово но это такая классика переклассика хард-рока рифовая история без особенных затей слава богу спокойно можно как бы насладиться вот этим всем рычанием ревом гитар и все в общем хорошо и переходит она в этот самый супер дзар с хором с симфоническим подходом таким как который отчасти группу black sabbath и убил потом потому что там уже началось техникал экстази хотя хорошо и красиво началось там клавиши все дела но это уже не не параноид конечно и не и даже не саботаж хотя на одном месте стоять тоже нехорошо надо развиваться ангелов нэн сын радио шизофренический тяжелая все песни тяжелую песни те одна песня тяжелая другая песня тяжелая очень хорошо спета осборн здесь поет прекрасно на всем альбоме собственно говоря он начал прекрасно при по-настоящему петь уже на предыдущем уже по-настоящему стал петь уже там все хорошо у него стало с вокалом а здесь распелся ну совсем ну совсем просто и понятно что при таком качестве пения почувствовал в себе силы для того чтобы где-то в отдаленном будущем вполне возможно и сольная карьера будет вполне возможно такие у него были уже силы технически был готов уже спокойно ко всему ну и потом вот это вот судебная повестка последняя песня я не знаю почему она такая я не могу объяснить то есть с одной стороны стороны айоми хотел сделать прямолинейный тяжелый рок да мы же black sabbath мы же писали параноид там а вот этот самый деррит какая-то просто симфония какая-то какой-то дженесис просто ну ставку утяжеленный варианте но тем не менее все очень интересно именно за счет вот этого разнообразия которые не знаешь чего ждать от каждой песни она начинается начинается так потом превращается вот это а потом вообще не известно что в конце оказывается тут и смех сумасшедший все тут есть все я пошел пить и слушать дальше пока